В семье Зыковых из Троицка долгожданное событие – запуск газового отопления. Хозяйка дома уже успела ощутить все удобства и делиться радостью. Мы даже не мечтали о том, что у нас когда-то будет газовое отопление. Тепло в дом пришло. Это самое главное на селе. Почему? Потому что, во-первых, это не надо заготавливать дрова. В селе Троицк Кунгурского муниципального округа наступила эпоха газификации. Дома подключаются к новому газопроводу, который сегодня торжественно ввели в эксплуатацию. Три, два, один! Поехали! Пуск! К этому распределительному газопроводу могут подключиться 179 домовладений и 8 социальных объектов. На данный момент уже принято 62 заявки на подключение. Голубое топливо, наконец, дошло и до микрорайона Первомайский в Кунгуре. Для газификации микрорайона построены распределительные газопроводы протяженностью около 7 километров. Микрорайон Первомайский, где мы сегодня присутствуем, это показатель того, как слаженная работа администрации «Газпром» газораспределения и краевой власти смогла за один год реализовать целый проект по строительству 7,5 километров газопроводов. Техническая возможность у 250 домовладений – это то, что называется положительным результатом реализации президентской программы. Сегодня Прикамье является одним из лидеров по газификации среди других регионов России. В недалеком будущем газ дойдет и до северных территорий Пермского края. Это Красновишевский район, это Чернинский район, до поселка Ныров. Это все населенные пункты, которые вдоль автомобильных дорог ведут в этих двух северных территориях. И еще порядка 19 территорий. Продолжится газификация и в Кунгурском районе. Сейчас идет строительство еще трех распределительных газопроводов общей протяженностью более 11 километров. В деревнях Колпашники, Потракова и Тихоновка. Екатерина Рухтина, Виктор Морозов, телекомпания «Ветта». Продолжение следует...